Плюс три заболевших за сутки. В Югре диагностировали новые случаи коронавирусной инфекции. Анализы двух жителей Нижневартовского района и одного мегионца на COVID-19 дали положительный результат. Люди госпитализированы, установлен круг контактных лиц. Новые очаги, связанные с ранее зарегистрированными заболевшими в Сургуте. На сегодняшний день в Югре выявлен 41 случай заболевания коронавирусом. Трое уже выздоровели, остальные проходят лечение либо амбулаторно, либо в стационаре. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Одному из них больше 50 лет, другому за 60. Пациенты, которые в тяжелом состоянии находятся, один старше 50, второй старше 60 лет. Это так и есть. Пациентов старшей возрастной группы среди госпитализированных нет. Можно говорить о какой-то эффективности того, что на самом деле оставили дома, сохранили, оберегаем, не выпускаем. Но мы сейчас еще не на пике этого эпидемического подъема. Поэтому обращаюсь ко всем. Продолжайте делать то, что делаете. Помогайте мамам, папам, бабушкам, дедушкам оставаться дома. Специалисты говорят, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Сейчас все усилия медиков направлены на то, чтобы не допустить всплеска. Одна из действенных и эффективных мер самоизоляции. Помимо разобщения населения проводятся и эпидемиологические мероприятия на предприятиях. Для того, чтобы прекратилось распространение инфекции, необходимо, чтобы среди населения сформировалась иммунная прослойка 50%. Соответственно, мы решаем задачу текущего дня. Это не допустить крутого подъема заболеваемости. Сделать кривую заболеваемости наиболее пологой. Ну, для того, чтобы управлять ситуацией. Продолжение следует...